Ну что, хорошая тяжелая серия, сегодня она закончилась для нас, но хочу одно сказать, что мы не проиграли ни в характере, ни в злости спортивной, ни в чем не проиграли. Сегодня и вообще в серии СКА проиграли только в одном, это хладнокровность, завершение своих моментов, поэтому, ну, это приходит с опытом, много молодых игроков получили огромный опыт из этой серии, но я только могу сказать своей команде спасибо, они бились до конца, до последней секунды, поэтому я только могу гордиться своей командой, которая сегодня закончила выступление в ПЛОВ. Будем готовиться дальше. Спасибо большое. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Борис Олегович, два вопроса. Во-первых, вы сейчас говорили про опыт, как вы можете охарактеризовать эту серию в плане опыта для самого себя, потому что это первый плей-офф именно от вашей, первый полноценный плей-офф в вашей тренерской карьере. И второе, все-таки, как считаете, если бы первый раунд состоялся и вы бы прошли бы Йокерит, как это могло, вы думаете, повлиять на эту серию? Может быть, было больше практики и как раз повысилась бы реализация момента? Ну, на первый вопрос. Естественно, для меня это огромнейший опыт, это мой, как говорится, первый плей-офф в моей карьере. Конечно, очень много хорошего я потерпал из этой серии, пригодится и в будущем, и в карьере. Поэтому есть над чем работать, надо улучшать свою работу, потому что знаю, что где-то, может быть, не достучался до ребят в какой-то игре. Но мы бы выглядели одной семьей, поэтому старались, бились. Ну, так вышло, что, да, проиграли серию. Ну, а по второму вопросу о Йокере, ну, конечно бы, нам помогло бы, потому что, вы знаете, два месяца тренироваться, тренировки – это одно, а плей-офф игры – это совсем другое. Нам уже двойные скорости, больше единоборств. То, что нам не хватило перед этой серией, хотя бы сыграть товарищеские игры, конечно же, это сыграло нам не на пользу. Ну, я думаю, что ребята подготовились и выступили в этой серии достойно. Борис, вот вы говорите про игровую практику, но, с другой стороны, Спартак свежее местами прям выглядел, да, переигрывал физически где-то, перебегивал. Вот эта пауза, два месяца не играли, все-таки она вот физической команде насколько помогла с таким мощным соперником? Ну, физически был план на все равно на олимпийскую паузу. Мы его полностью выполнили, мы готовились, мы знали, как подготовить. Да, первый раунд нас чуть-чуть выбил из колеи. Пришлось еще две недели тренироваться, поэтому, ну, такие игры, как последние пять игр, ну, их не заменить ничем. И, конечно же, игровая практика, она нужна. Ну, так ситуация сложилась, что мы не могли даже найти себе спарринг-партнера, хотя бы по товарищеским играм. Воспользовались было там два-три дня у химика, возможно, сыграли с химиком, но, сами понимаете, противник не того уровня, но все равно какая-то игровая практика была. А физически все были готовы на сто процентов, вы сами правильно говорите, где-то свежее выглядели. Я говорю, проиграли только в одном, это вот завершающей стадии, потому что моменты были, где-то не хватило хладнокровия и забить на одну больше. Вот и все. А так, еще раз скажу, не проиграли ни в характере, ни физически. Даже, вы так же говорите, что где-то даже местами лучше выглядели. Поэтому ребятам огромное спасибо за раунд. Да, он был неудачный для нас, но мы, я говорю, показали очень достойную игру. И еще момент. Вот после крупной победы в первом матче, вот у вас, как у человека, который внутри коллектива находится, не было ощущения такой легкой эйфорики, которая пробежала по раздевалке? И, собственно, вот эту нацеленность, которая, может быть, была в первом матче, она дальше куда-то делась? Знаете, она никуда и не пропадала, и ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом. Ну да, где-то нам повезло в первой игре, там забили, ну, такие пару голов случайных, поэтому всегда бывает, когда первая игра выигрываешь, тем более с таким счетом у такого соперника, бывает эйфория. Ну, мы разговаривали с ребятами, доносили, что эту игру нужно забыть, потому что каждая игра, это новая игра, это плей-офф, и любая ошибка, она карается вылетом из плей-оффа, поэтому... Ну, противник, естественно, сделал выводы и стал играть намного ярче и злее, поэтому мы это знали, мы это ждали, но не получилось. Артем Кузьмин, Фонтан Кару, то есть, вот после первой игры, которая получилась у вас такой результативной, как вы сказали, соперник стал играть злее и активнее, то есть у вас не нашлось какого-то, вы не смогли придумать какого-то ответа на вот эту изменившуюся модель игры УСК? Так, подождите, а какую вы модель хотите? Если команда выходит, соперника заряженная, задачу у нас, естественно, первые 10 минут не пропустить, потому что мы знаем, что они побегут, начнут активно. Здесь только тактика и физическое состояние игроков, если мы выдержали этот натиск, значит, дальше уже игра выравнивается, где-то перехватить инициативу, поэтому здесь очень банально так говорить. Ну вот сегодня вам удалось не только не пропустить первые 10 минут, но и отличиться первыми. Что потом пошло не так? Ничего, игра все 60 минут играет. Вы думаете, мы забили гол и расслабились? Нет. Так же играли в свой хоккей, допустили просто одну ошибку на синей линии при входе в зону, потеряли шайбу. Тут же соперник наказал. Здесь это хоккей, это спорт, это непредсказуемый. Никто никогда не может предсказать, кто выиграет, какой счет будет. Если бы так было, то было бы прекрасно. Борис Олегович, что такой вопрос, зная, что в клубе там в этом избегали эту тему, но вот сейчас уже можете рассказать, все-таки без игры Данска, без Лехтери, который сравнял счет в матче до этого, игра Спартака была бы совсем другая. Расскажите, как все-таки в клубе, в команде говорили с иностранными игроками, уговорили многих из них остаться, в том числе и того же Лехтеря? Да, ничего особенного. Руководство клуба встретились, все объяснили, обговорили этот вопрос. Дали все гарантии с нашей стороны, поэтому ребята все услышали, все поняли и дальше работали все по плану. Коллеги, у нас есть журналисты в Zoom, пожалуйста, задайте ваши вопросы. Тогда последний вопрос, пожалуйста. Борис Олегович, вот тоже такая немножко закулисная тема. Все интересовались, участвует ли Жамно в процессе. Все-таки, когда уже немножко не очень хорошо стали складываться дела у Спартака в этой серии, как-то подключался он к процессу? Да нет, вы знаете, я Алексея давно знаю, еще, как говорят, с юношества мы в Москве знали. И в 93-м году я свою карьеру начинал в Виннипеге, мы бы играли в одной команде. У нас дружеские, хорошие отношения. Когда есть возможность, мы можем пообщаться. Но это не только означает, что мы встречаемся только о хоккее. Мы можем о жизни поговорить, о семье, о детях, поэтому... Ну, по возможности он перед серией мы посидели, поговорили, он сказал свое мнение. Мы где-то прислушались, где-то сделали по-своему, поэтому это нормально. Это у нас дружеские отношения, мы давно друг друга знаем, поэтому... Нельзя сказать, что вот он именно нам там принудил то или иное дело. Я просто высказал свое мнение, что он думает по противнику в нашей серии, и все. А там мы уже от этого плясали дальше. То есть по ходу в серии он не помогал? Нет, только перед серией был разговор. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.